Зачем пенсионеры в Америке учатся в университете вместе со мной? В странах СНГ считается, что они должны прозябать у окна, вязать носки и печь пирожки. В лучшем случае забирать внуков из школы и помогать учить уроки. Но никак не учиться сами. А зачем? Где-то в этом возрасте жизнь заканчивается, а где-то люди идут учиться, потому что планируют жить дальше. И в США пенсионеры мои одногруппники. Первое время я была в шоке, но потом привыкла. Дедушки и бабушки, держась за руки, бегут учиться. Посмотрите, с каким энтузиазмом они заходят и выходят из корпуса. Ученые США определили, что самый продуктивный возраст человека является от 60 до 70 лет. Далее от 70 до 80, и потом от 50 до 60. Это подтверждается тем, что средний возраст нобелевских лауреатов 62 года, а президентов крупнейших компаний мира 63. А еще, согласно исследованию, пик эмоционального и умственного потенциала от 60 до 80 лет. Пик жизни. Для них жизнь только начинается, и внуков они любят, но по выходным. Когда на весах осталось немного, нужно успеть пожить и для себя. А завтра я расскажу, откуда у них деньги и силы на учебу.